Библейский портал экзегет.ру представляет Судьё здесь называется царь Израилев, последний израильский царь, иудейский последний царь, он будет схвачен вавилонянами, и его будут бить тростью полоните. Из Евангелия мы знаем, что также арестованного Христа будут бить полонитам. После этого вступительного, можно сказать, стиха начинается важный, быть может, самый важный в книге пророка Михея текст, который говорит о месте рождения потомка Давида, месте рождения помазанника Мессии Христа, и называется само это место. «И ты, Вифлеем, Ифрафа, мало ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало одней вечных». Это пророчество мы читаем в качестве одной из паримей на Рождество Христово, на утреннее, на всеночном бдении перед Рождеством. Вифлеем, Бейтлехем, дом хлеба буквально переводится. Этот небольшой городок, расположенный на юг от Иерусалима, в девяти примерно километрах на юг от Иерусалима. Вот этот Вифлеем, имеющий также другое название, Ифрата, этот городок был родиной царя Давида, от которого и происходит династия мессианская, от которого происходит и Господь наш Иисус Христос. Не случайно, что именно туда должен был отправиться он вместе со своей матерью, Пречистой Девой и с Иосифом для переписи. Здесь называется это место, где родится, родится кто, который должен быть владыкою в Израиле. Это пророчество мессианское. Оно говорит о Рождестве Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа. И подчеркивается, что его происхождение от начала одней вечных. Христос родился в Вифлееме Иудейском, но его происхождение одней вечных из начала. Как говорит пророк, он безначальный, даже говорим мы, поскольку является не только сыном Давидовым, сыном человеческим, но и сыном Божьим. У него нет начала. Пророк говорит из начала, а мы бы сказали без начала. Без начала. Его происхождение одней вечных, говорит пророк Михей. Так, такими словами он выражает, безначальное, вневременное происхождение Сына Божия, у которого даже и происхождения-то нет, как мы исповедуем и говорим. Здесь, правда, используется слово происхождение, начало, дни вечные, но мы верим и исповедуем, что и до начала и всех дней вечных из недр отчих исходит, вторая ипостась, исходит Божественный Сын. Посему он оставит их до времени, читаем в третьем стихе, доколе не родит, имеющее родить, тогда возвратятся к сынам Израилю и оставшиеся братья их. Кто это родит, имеющее родить? Пророчество это следует относить также к времени Бога воплощения, к времени Рождества Иисуса Христа. А имеющее родить здесь Пречистое Дево, Богородица Мария. Третий стих говорит нам о Рождестве. Продолжается это пророчество. Из этих стихов Михей, собственно говоря, известен. Это, быть может, самый важный для нас христиан стихи во всей книге пророка Михея. Стихи, содержащиеся в пятой главе. «И станет он и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога своего, и они будут жить безопасно, ибо тогда он будет великим до краев земли». Вот этот владыка Израиля, Мессия, он станет владыкой всей земли. До краев земли он будет великим. И пасти будет свой народ. А народ этот будет уже состоять не только из израильтян. Это будет весь народ. Все люди стекутся, как мы читали в предыдущей главе, к Сиону, в Иерусалим, чтобы получить закон Господний и подчиниться тому царю, которого поставит Всевышний Бог. Здесь сказано, что Мессия будет пасти в силе Господней и в величии имени Господа Бога своего, от имени Бога в силе Господней. Он, то есть Мессия, тот, кто родится в Вифлееме, говорит Михей, будет пасти, будет пастырем. Израильтяне, иудеи, совсем скоро после тех времен, в которых жил Михей, решатся своего пастыря, потомка Давида на престоле. Но будет новый пастырь, более совершенный, который будет пасти уже во всей славе, во всем величии и от имени Господа. И будет он, то есть Мессия, мир. Он будет шалом. Я мир, говорит псалмопевец в псалмах, но только заговорю, а не к войне. Они шалом. Вот здесь он шалом, а в псалмах они шалом, то есть я шалом. Интересно сказал Августин, что Христос есть истинно молящийся псалмов. Вот здесь Христос назван миром. Когда Ассур придет в нашу землю и вступит в наши чертоги, мы выставим против него семь пастырей и восемь князей. Ассур, Ассирийская империя, Ашур. Восемь пастырей, восемь князей, какие-то восемь воителей, военачальников, они со своими полчищами противостанут Ашуру. И будут они пасти землю Ашура мечом и землю Немрода в самых воротах ее. И он-то избавит от Ассура, когда тот придет в землю нашу и когда вступит в пределы наши. Ассирийскому царству, новой ассирийской державе, во времена Михея или совсем скоро после этих времен, пришел конец. Вавилоняне в конце VII века до Рождества Христова захватили столицу Ассирии и новая ассирийская держава ушла в историю. Вместо нее наступила совсем другая эпоха, эпоха ново-вавилонская. Но здесь говорится Ассур в эсхатологической перспективе под этим именем, под именем Ашура, ассирийцев, можно понимать вообще как мировое зло, какую-то всемирную мировую державу, от которой Господь и Мессия его, и вот эти вот таинственные князья и пастыри, их 7 и 8, они освободят землю, святую землю Израиля и вместе с этой землей всю другую землю. И будет остаток Иакова среди народов, как роса от Господа, как ливень на траве, и он не будет зависеть от человека и полагаться на сынов Адамовых. Вот эти бне Адам, сыны Адама, сыны человеческие, на них не следует полагаться, потому что сам Господь пастырь Израиля, он пасет свой народ, и вот этот остаток Иакова, остаток Израиля, вернувшийся из Вавилонского плена по пророчеству Михея, он будет как роса на траве. Роса и ливень не зависят от человека. Землю, святую землю, землю Израильскую орошает сам Господь. Очень важно вот эта вот роса. До 250 дней в некоторых регионах Святой Земли выпадает ночная роса. И поэтому, когда нет периода дождей, вот эта роса спасает. Она позволяет выращивать разные культуры, способствует вегетации. Потоки воздуха восходят от Средиземного моря, поднимаются по пологим склонам к Иудейскому Нагорью, к другим, к Нагорью Ефремову, и даже выше туда, вплоть до Хермона. И потом они конденсируются и выпадают, земля, влага охлаждается и садится, выпадает в виде росы ночью. Иногда эта роса настолько сильная, что даже по крышам, по карнизам, по трубопроводам она стекает с этих крыш такими потоками, струйками. Она струится, эта роса. Она очень обильная. И вот это знак благословения Господнего, как роса ермонская, стекающая на горы Сионские, читаем мы в одном из псалмов. И вот Израиль, остаток Иакова, будет словно роса на траве. Он будет благословлен. И роса, и используется другое слово, ливень, сильный, мощный дождь. Так обильно Господь благословит свой народ, и сам этот народ уподобляется росе и ливню на траве. Это остаток израильского народа, который вернется из Вавилонского плена. «И будет остаток Иакова между народами среди многих племен, как лев среди зверей лесных, как скимен среди стада овец, который, когда выступит, то попирает и терзает, и никто не спасет от него». Другой образ. Когда-то в Святой Земле во множестве водились львы. Говорят, что последние львы исчезли во времена крестоносцев. Когда-то были густые леса, в этих лесах водились львы, медведи. И часто этот образ, образ льва, используется в применении к самому Господу. Вспомним хотя бы, как начинается книга пророка Амоса. «Господь зарычит Сиона, Мицион, Адунай, Ишаг». Эти слова повторяет также Иоэль, пророк. А вот здесь лев – это образ самого Израиля, Иакова. А этот лев, он же ведь царь зверей, и поэтому его боятся все звери, а тем более его боятся домашние животные. И вот словно среди лев, среди домашних животных, среди овец, как здесь сказано, Израиль будет среди других народов. Он будет сильным, великим, могущественным, а все другие народы будут пред Ним в страхе и трепете, как блеющие овцы. Он будет попирать и терзать, и никто не спасет от Него. «Подымется рука Твоя над врагами Твоими, и все неприятели Твои будут истреблены». Пророчество о силе и могуществе Израиля. После наказания, после Вавилонского плена, Израиль может быть в какой-то для пророка очень отдалекой эскатологической перспективе. Он усилится, окрепнет и будет могуществен и велик, как во времена Давида и даже больше. «И будет в тот день, опять тот день, Айом Гау, день Господень, говорит Господь, истреблю коней Твоих из среды Твоей, и уничтожу колесницы Твои, истреблю города в земле Твоей, и разрушу все укрепления Твои». Внезапно меняется тема, и пророк Михей, он возвращается назад и говорит о том, что перед тем, как Израиль будет могущественный, когда поднимется рука его, как он будет лев среди овец попирать и терзать. Хронологически 10-11 стихи предваряют то, о чем говорится в 8-9. То есть речь идет о нашествии вавилонян и о вавилонском плене. «Исторгнуть чародеяния из руки Твоей, и гадающих по облакам не будет у Тебя». Гадающие, многочисленные разные космим, гадатели, ворожеи, гадатели по облакам, вызывающие мертвых, лжепророки, и кого только не было в Израиле. Никого из этих лжепосредников между Богом и человеком не будет, будет только легитимное пророчество, когда Израиль возвратится из вавилонского плена. Кстати, вот эти все дела, они тоже относятся к идолопоклонству в широком понимании этого термина, термина идолатрии или на еврейском языке аводазара. Всем этим занимался израильский народ, иудейский, к сожалению. И вот этого больше не будет. Не будет чародеяний, когда народ вернется из вавилонского плена, гадателей не будет. «Истреблю и стуканы Твои, и кумиры из среды Тебя, и не будешь более поклоняться изделиям рук Твоих». Грубое идолопоклонство, фетишизм, поклонение изделиям собственных рук, деревяшкам, каменным истуканам и так далее, этого ничего уже не будет. Будет только подлинное, истинное поклонение, заповеданное самим Господом. «Искореню из среды Твоей священные рощи Твои и разорю города Твои». Священные рощи, эти аширы, в которых совершалось поклонение Астарте, они тоже будут все срублены. Святые такие цари израильские, как, например, царь Иосия, незадолго до вавилонского плена, они осуществляли как раз реформы в духе второзакония, в духе вот этих слов Михея. Но, к сожалению, эти реформы были запоздалыми, они уже ни к чему не могли привести. Да, были истреблены истуканы, были осквернены высоты и были все места, связанные с культами иным богам, культами плодородия, культом Ваала, Астарт, священная роща, вот эти аширы. Все это было уничтожено Иосией. Но сам он во время египетского нашествия пал в бою и совсем скоро наступил конец. Его иудейскому царству. «И совершу в гневе и негодовании мщения над народами, которые будут непослушны». Гнев и негодование обрушит Господь и на собственный народ. Народ окажется в вавилонском плену. Потом, протрезвев, исцелившись от долгого векового недуга и долопоклонства, будет возвращен народ в свою землю. Но гнев и негодование тогда постигнут уже другие остальные народы, которые злорадствовали над гибелью Израиля. Теперь сами будут подвергнуты тому же самому наказанию. Как здесь сказано, Господь на них прогневается, будет негодовать и совершит мщение над народами, которые будут непослушны. Все народы должны слушаться единого истинного Бога. Если же народы слушаются своих правителей, вместо того, чтобы слушаться Бога, а правители сами бывают иногда непослушны Богу, уводят свой народ от послушания Всевышнему, или, хуже того, народы слушают своих ложных божеств, кумиров, то такие народы за свое непослушание будут подвергнуты, как здесь сказано, мщению. К какому бы народу мы ни принадлежали, мы должны слушаться Господа Всевышнего и стремиться к тому, чтобы и наши сограждане, и наши соплеменники также были Ему послушны. И тогда мщение Господне, гнев Его не постигнут нас. Запись делается для библейского портала «Экзегет». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok